Этим сложным техническим видом спорта на сегодняшний день занимаются больше 70 сочинцев. Из них 26 ребят уже имеют спортивные разряды и в январе перешли к тренерам краевого центра олимпийской подготовки. Мы ждем от вас побед, ждем успехов. Елена Чайковская часто дает мастер-классы перспективным фигуристам в сочинском центре «Сириус», куда приезжают одаренные спортсмены со всех регионов страны. Однако таланта сочинцам не занимать, говорит она. Прошедшая Олимпиада и материально-техническая база, которая теперь досталась местным спортсменам, значительно увеличивает шансы ребят на то, чтобы пробиваться в большой спорт. Очень много хороших детей, я сказала тренерам, именно наших, по конституции, по спинам, по ножкам, по выворотности. Очень хороший набор, очень хороший. Я не видела других, только эту группу смотрю. Уже прыгают прыжки сложные и аксель, и пошли двойные, даже те, кто катается всего год. То есть, значит, это говорит о том, что ребенок способен. Для основной группы юных сочинских фигуристов эта встреча с известными российскими спортсменами прошла впервые и многому научила. Она строгая, но она меня научила тянуть ногу. Мне понравилась она, и она хороший тренер тоже, как наш тренер. Она лучший тренер в мире. Мы гордились, что получили такую возможность с таким тренером, трехкратным олимпийским чемпионом, позаниматься. Встреча легендарных спортсменок с юными фигуристами прошла под эгидой федерального проекта России «Важен каждый ребенок». Его координаторы в Сочи – Попечительский совет общественной организации «Лига женщин Мосдобра», членами которого являются не только известные деятели Сочи. С каждым годом к общественной организации присоединяются прославленные спортсмены и артисты. Оксана Пушкина, Елена Чайковская, Ирина Роднина тоже в разное время стали членами этого Попечительского совета. Мне кажется, это очень хороший проект. Он набирает только силу. Потрясающее исполнение этого проекта в Сочи. Город Сочи первый, который принял у нас паралимпийские игры и соревнования. И то, что делалось в городе, то, что мы называем программой «Доступная среда», она для города уже стала не просто доступной, а давно уже в действии. Поэтому, наверное, один из первых проектов такой масштабный он и возник в Сочи. Общественная организация «Лига женщин Мосдобра» работает над повышением качества жизни сочинских детей во всех сферах уже больше семи лет. По девизам организации «Чужих детей нет» регулярно проводятся благотворительные программы, оказывается финансовая поддержка малоимущим и приемным семьям, а также родителям детей-инвалидов. Мы ведем большую работу, и все это для того, чтобы нашим деткам было комфортно. То есть это и школьная форма, и новогодние праздники с подарками, елки мэра, и это всевозможные поездки на соревнования и творческие коллективы. Ну, в общем, и малоимущие, и, конечно, лечение. Все это входит в наши компетенции, и мы это все делаем постоянно. Самый яркий проект женской организации «Хрустальный петушок» – ежегодный творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья из городского уже приобретает всероссийский статус. И этот фестиваль теперь будет проходить под эгидой федерального проекта «России важен каждый ребенок». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.